Сейчас тренировался, кто-то меня спросил, все время просматриваю ВКонтакте, вопросы ваши. Меня спросили, как я тренируюсь для мотивации и вообще, как я могу тренироваться постоянно, что меня мотивирует. Но в данном случае сегодня у меня такой день не очень яркий и, можно сказать, депрессионный. Тренироваться, конечно, не хотелось и прухи нет, то есть факторов множество. Плохо человек поел или плохо выспался или испортили настроение или что-нибудь такое. Поэтому это влияет на ваш стимул. Что я советую делать, если вы уже пришли на тренировку, то выберите любимое упражнение или любимую мышцу, которая дается вам легче всего и начинайте с нее. Начинайте потихонечку маленькими весами, но, соответственно, после разогрева уже начинаете увеличивать веса и полноценную тренировку провести именно на этот пучок или на эту группу мышц. А уже потом можете переключиться на что-то иное. Вот так я мотивирую себя, вот так я ухожу от плохого настроения и разогоняю кровь в своем теле. Итак, перехожу к следующему вопросу ВКонтакте. Кирилл спрашивает, хотел бы напомнить вам на всякий случай, только что начиная переходить на многоповторку, большую часть своих видео просмотрел, ваших видео просмотрел, но не нашел ответа на интересующий меня вопрос. А именно, первое, нужно ли делать отказ? Кирилл, существует несколько вариантов тренировок. Иногда я делаю до отказа. Что значит до отказа? Это до отказа, во-первых, можно делать пампинговое упражнение, где вес будет 50-30% максимального и шуровать по 40-50 повторений, как делает Вадюха, например. Я называю это пампинговой системой тренировок. Там уже отказная, то есть ты уже больше не можешь выходить. Соответственно, при том же самом весе с каждым подходе ты будешь уменьшать количество повторений в каждом подходе. Я предпочитаю делать от 14 до 20 повторений с увеличением веса, скажем так, до практически максимального. Ну, например, сегодня я делал спину, я выполнял там 75 килограммами, выполнял от 14 до 20 повторений. Разумеется, в последнем подходе мне удалось сделать только 14 повторений. То есть это можно назвать отказной тренировкой. То есть я не люблю выполнять упражнения, если они технически неправильные. Если вы чувствуете, что мышца не работает, не наливается, значит вы переборщили с весом. Соответственно, ваша такая отказная тренировка, она нахрен никому не нужна. То есть продуктивной тренировки и ударной на вашу группу мышц не будет. Соответственно, подбирайте такой вес, чтобы вы выполняли четко, правильно, технически. Тогда мышца будет наливаться как надо. И как я уже 100 миллионов раз говорил, я придерживаюсь 50-70% от максимального веса. Что такое максимальный вес? Это тот вес, который вы можете поднять на один раз. Соответственно, если у меня 50 или 70% от максимального веса выполняется на 14-20 повторений. А что значит на 14? Вот это и есть отказная система. То есть минимум 14, но до 20 может получиться 16 или 17, потому что я больше не могу. Но цель у меня и задача всегда выполнять до 20 повторений. Переходим дальше. Второе. Как часто менять программу? Также я уже отвечал на этот вопрос. Вы не можете менять программу постоянно. Волокно развивается 12 недель, доказано учеными. То есть, соответственно, если вы качаете группу мышц, там, брахиалис или там один пучок бицепса или другой, прокачивайте его одним и тем же упражнением на протяжении не менее 12 недель. То бишь 3 месяца. Только тогда вы получите визуальный эффект и максимальное наращивание того или иного пучка. Так я придерживаюсь этой системы. Так придерживаются многие умные бодибилдеры. Значит, только периодически можно менять систему, чтобы стресс вносить в тело, чтобы оно не привыкало. Но не систему, а добрасывать одно или другое упражнение в ту систему, которую вы уже имеете. Но лучший вариант – это если вы 12 недель выполняете одни и те же упражнения с постепенным увеличением веса в подходах. Идем дальше. Можно ли тренировать каждую мышечную группу 2 раза в неделю? Либо можно 2 раза только остающие? Также, Кирилл, я говорил, что при чем здесь остающие ваши группы мышц? Если ты распределишь на систему, что маленькие группы мышц качаются, восстанавливаются через 24 часа, а большие группы мышц минимум через 48 часов, вот тут отсюда и оттанцовываю. Ноги нет смысла делать 2 раза в неделю. Их лучше делать каждый пятый день, например. Ну, я бы так делал. А бицепс я могу качать на третий день, через каждые 2 дня. Я стараюсь прокачивать одну группу мышц 2 раза в неделю. Ну, или же распределяйте просто напрямую. 4 дня тренировки, 1 день выходной. Или там тренируйся день плюс 1. 1 плюс 1. То есть, 1 день потренировался, 2 день отдохнул. Можно систему сделать 3 тренировки, 3 дня плюс 1 выходной. Тоже у меня есть эта система в видео, я уже выкладывал ее. Но надо понимать, чем чаще ты тренируешь маленькие группы мышц, тем быстрее они растут, развиваются. Соответственно, если вы делаете всего лишь один раз в неделю, что такое один раз в неделю? Это 4 раза в месяц, ребята. Если вы делаете 4 раза в месяц мышцы, неужели вы думаете, что они у вас будут расти? Но включайте свою голову и свое здравомыслие. И все. Слушайте свое тело. Слушайте. А не только меня слушайте в интернете или каких-нибудь балбесов тоже. Идем дальше. Тимофей спрашивает. Доброе время суток. Посмотрел видео о многоповторке. Уже лет 7 отрекся от 6 и 8 повторений. Наконец-то нашел подтверждение верности пусти. Жаль, сразу не начал многоповторку. Спасибо. Интересный вопрос про количество подходов. Не могу найти четкой информации. Сколько делать на итог? 3, 4 или 5? Разумеется, при многоповторке 3, 4 или 5 разумеется. Вы записываете? Если через 5 минут ее подойдет. Я сейчас выйду. Хорошо. Так, мы прервались. Извините, рабочая обстановка. Итак, сколько подходов? Значит так, Тимофей, я все время делаю 1 разминочный подход и 3 рабочих. То есть у меня на все группы мышц идет 4 подхода. Не знаю почему, но я так начал тренироваться 30 лет назад. Я так тренировался в Соединенных Штатах. И так тренируются в основном все профессиональные бодибилдеры американцев. Разумеется, система у каждого своя. Но я тренируюсь 1 подход разминочный и 3 рабочих с тяжелыми весами. Иногда выхожу на 5 подходов. В зависимости от того, сколько упражнений на группу мышц я буду делать. Обычно я на каждую группу мышц делаю минимум 3 упражнения. А иногда и по 4. И движемся на последний вопрос. Ребята, вот посмотрите, блин. Вот я вот не знаю, камера поймает или нет, Кевин. Вот посмотрите вот на этот вопрос. Вот когда вы задаете вопросы, задаете вот такие вопросы. Неужели вы думаете, что вы один человек, на которого нужно обращать внимание? Ну, как-то надо быть поскромнее. Мне не западло отвечать на такие вопросы. Но у меня приходит 10-15 вопросов. И из 10-15 вопросов вот такие на целую страницу. Я бы с удовольствием отвечал, но у меня нет на это времени, чтобы просматривать. Кстати, вот мне надо прочитывать, блин, вот это все. Потом обдумывать все ваши вопросы. Тем более, что у вас несколько вопросов идет в одном. Но вы когда задаете вопрос, вы будете поскромнее или поточнее и конкретнее задавайте вопрос. Сейчас вот прочитаю, я не знаю. Олег Белоцерковский. Отвечу. Добрый день, выступление. Добрый день, вступление. Он еще и вступление пишет, понимаешь? Благодарю, перешел на мою повторку. Первые две недели 30-35, 25-20 повторов. Вторая и третья недели 25-20, 16-14, четвертая на 5-6 повторов. Четырехдневный сплит. Масса, слава богу, потихоньку тронулась с места. Вопрос. Частенько встречаю утверждение, что подход нужно уложить максимум в 30 секунд. Что для первых четырех недель означает увеличение скорости выполнения повторений. Смотрю, как вы выполняете подходы с Вадимом Кузнецом. Этого нет. Средняя скорость. Попробовал увеличивать скорость энергии и из мышц улетает быстро. Согласен. Но и при средней скорости у меня мышцы болят по 2-3 дня. Не могли бы вы прояснить эту проблему? Заранее спасибо. Извиняюсь за длинный вопрос. Надеюсь, изложил все понятным языком. Спасибо. Хорошо, Олег. Во-первых, когда у вас болят мышцы 2-3 дня, это значит, что они у вас не готовы к нагрузке. Ваши мышцы будут болеть всегда, когда вы будете менять веса, когда вы будете менять угол наклона, и когда вы будете менять упражнения. Поэтому не удивляйтесь, если они болят. И вернусь к предыдущему человеку, который меня спрашивал, сколько надо бомбить одну и ту же мышцу. Так вот я вам объясняю, чтобы мышцы не болели 2-3 дня, их надо тренировать под одним углом, одним и тем же упражнением, 12 недель. Это 3 месяца. Понятно или непонятно? Тогда у вас они не будут болеть. Если у вас не будут болеть мышцы, это не значит, что они не растут. Они просто привыкают к нагрузке, они просто формируют волокно. Когда у вас болит мышца, это значит, молочная кислота у вас задержалась, она не израсходована, потому что у вас волокно еще небольшое, чтобы эту кислоту рассосать, так сказать, по волокнам. Вот и все. Молочный вопрос, кстати, это очень интересный вопрос, очень глубоко им занимался, и там еще есть многие противоречия в отношении этого. Дальше. Да, е-мое, мне сегодня дадут... С ней пообщаться. Сейчас, мне просто надо видеоответить. Ну, минуту. Мне просто чувак, мне важно ответить. Сейчас я выйду. Минутка, да? Минутка, да. Это... И в отношении первые две недели, Олег, 35-35... Я даже читать это не буду. Откуда вот эта система? То есть ты где-то взял эту систему, ты где-то ее расписывал. Ну, зачем же ты задаешь мне вопрос, чтобы я вникал в то, что ты делаешь? У меня нет времени на это. Если вы задаете мне вопрос, пожалуйста, задавайте вопрос только по моей системе. Я не смотрю других бодибилдеров, которые были моложе меня. Я могу смотреть только таких бодибилдеров, как Шон Рэй, и те, которые одногодки со мной, и у которых я учился. Остальные не присылайте мне вопросы, пожалуйста, что я думаю про кого-то из русских бодибилдеров, которым там 25-28 лет. Ничего не думаю. Как я могу про них что-то думать, если я уже закончил заниматься тогда, когда они только родились. Поэтому, ребят, точные вопросы, короткие, и буду стараться отвечать на них. Извините за славоблудие. Всем привет. Это Папа Смир.